Христос исцеляет молодого монаха, имеющего сильную веру и ревность. При отце Сафронии, игумене из Фигменского монастыря, здесь жил один молодой, но преуспевавший в добродетели монах. Кроме благоговения, его отличали также смирение и большое усердие к подвигам. Однако, поскольку от природы он был болезненным и изнеженным, так как происходило с благородной семьей, то из-за резкого перехода к подвижнической жизни заболел туберкулезом. Рассудительный игумен дал ему благословение пить сгущенное молоко, даже в Великий Пост. Брат принял его слова и ответил «Как благословите?». Однако он имел сильную веру и сказал игумену о возникшем у него помысли. «Если благословите, то я буду пить чай, а Христос может превратить его в молоко или даже исцелить меня чаем». Старец весьма удивился ревности монаха и дал ему благословение пить вместо молока чай. Если такие смиренные слова благоговейного монаха обрадовали игумена, то насколько больше они обрадовали Христа. Отец Дорофей, несший послушание в больнице, рассказывал мне, что Христос превратил чай не только в молоко, но и в целебное лекарство, которое исцелило монаха от туберкулеза. У него прекратилось кровохарканье, спала температура, прошла слабость, и он стал совершенно здоров. После этого он без устали исполнял свое правило и все послушания, а также постился, как и прочие отцы.